Всем привет, ребята, с вами Дричанты, да, это новый выпуск четвертого сезона, пацанок. Если вы этому рады, буду благодарен за лайк, потому что это помогает Ютубу понимать, что видео нравится, видео нужно рекомендовать, а Ченду тоже приятненько. Ну что, ребята, новая неделя, новые испытания, ну и, конечно же, новые выгоны. И не забывайте переходить на Булайф канал, там также для любителей моих реакций выходит проект Я вешу 300 килограмм. Ссылка в описании, либо пишите в поиске Чен.ТВ.Лайф. Мы начинаем. В школе, мэти, начинается седьмая неделя обучения. Ну так уже немало. Буддаки прошли почти половину пути, но вместо перемен в поведении некоторые из них по-прежнему демонстрируют злость и агрессию. Так, прошлой ночью в стенах школы произошла шокирующая драка, в которой Юлия Мешко без видимых причин жестко ударила Яну Венгерскую. Серьезно? Я не знаю, что она на меня сделала. Не было никаких, даже фактов, ничего. Получается, я ее ударила в лицо, в глаз. И я понимаю, что я начинаю плохо видеть. Юля смотрит на меня, уже ничего не может сказать, и типа, ну и видит, что у меня реально опухает глаз на глазах. Больше после этого я ее не видел. Удары, нанесенные Яне, оказываются слишком серьезными, поэтому утром ее госпитализируют в больницу. Какой диагноз поставят девушки-врачи? Чтобы избежать осложнений, всю следующую неделю Яну ждет больничная палата и присмотр врачей. А тем временем Юлю ждет... Хотя так со стороны непонятно, да, было по кадру, что так тык-тык, человек лежит. Вот серьезный разговор с преподавателями. Юль, Яна попала в больницу, и у нее диагностировали сотрясение головного мозга. Вы понимаете, какую травму вы ей нанесли? Я не хотела сильно ударить, я серьезно не хотела, чтобы такая ситуация как бы сложила. Вот реально, вот так если посмотреть, как будто постановочная съемка, вот согласитесь. Вот если бы не сказали бы, что она в больнице, ну, как по камере, я имею в виду, выглядит, ну, как-то очень какие-то постановочные удары, человек упал. А на самом деле она реально вырубила ее. На самом деле переживаю, и как бы хотела бы, может быть, даже с ней поговорить. Но я хотела, чтобы она тоже свое вино признала, потому что в конфликте видоваты всегда оба, а не один человек. Я обсудила ситуацию с коллегами. И что? Приняли непростое решение, что вы должны покинуть школу ВИН. Сдайте плюш. Серьезно? Серьезно? То есть от этого мы начинаем выпуск? Юль, что сказали? Пойдемте чемодан сыграть. Ты уезжаешь! У всех шок, все такие. Да ладно, сразу так в начале недели, вот прям вот так вот с бухты. Я еще не могла поверить, я говорю, что еще серьезно. Юлю было жалко, я смотрела свое лицо, я понимаю, что она, как всегда, юморит, шутки свои отпускает. Что-то ей совсем не до смеха. Она металась, она переживала, она... Может какие-то испытания будут? Ее кто-то там все-таки оставит? Ну что ты плачешь? О, моя острая девочка. Не ожидал, что до такого доедет. Не, ну мне что-то кажется, что не так должно быть все просто. Не-не-не-не-не. Ну ни хрена, начало недели мы начинаем просто Юльку выбрасывать в мешку. Ну как-то не так это все должно происходить. Мне кажется, кто-то скажет, типа, давайте дадим ей там второй шанс, последний. Я не знаю, что-то должно быть такое. Я до последнего думала, что ее там типа запугивают, сращают, что ее там выгонят, выгонят. Но в итоге, что ее простят, и я понимаю, что чуда не произошло. Серьезно? Не прощаемся немножко. Не прощаемся. Твои музыка какая-то ни хрена не прощальная. Все равно я... Да-да-да-да-да. Девочка. Тесса мне очень грустно стала. Настя, малая Юля, это единственная моя тут сильная была поддержка. Блин, мне было очень жалко, что она покинула эту школу. Леди, мне кажется, ее песенка здесь не спета. Серьезно? Я не хочу возвращаться домой. Бабушке я не буду говорить об этой ситуации. Мне скажут, что вы просто ушла и все. Я не хочу ее расстраивать. И я хотела вообще дойти до финала. Это у вас такая пред... Нет, давайте вспомним просто там шестой сезон. Там не то, что, блин, по морде давали. Там просто ключицы ломали. И в итоге Танька стала победителем. А здесь, ну, я не знаю, насколько там все серьезно было. Ну, там удар, удары выгнали. И как-то изменить себя, а не на полпути, ну, уйти так. Она очень важное место занимала в коллективе. И очень много места освободилось. А из-за чего они посрались, я так и не понял. Отправив Юлию Мешко домой, остальных учениц преподаватели отправляют на прогулку. Какое испытание они им приготовили? О, это, по-моему, парк Невки. Мы, короче, с Дианкой с Дридас спокойно общаемся. Дианка, как всегда, мне рассказывает свои стихи, книгу читает. Безмолвно угасает дикий вой. Проходит пара. Парень с девушкой начинает выяснять свои отношения. А там абьюз, да? Что ты тебе говоришь? Ну, посмотри, ну, я нормально выгляжу. Ты покрасиваешься, не знаю кто. Давай шагай вперед. Ты мне *** назвал. Давай шагай, давай. Мы еще подумали, типа вмешаться, как бы или не вмешаться. Ну, потом решили, что *** вмешиваться. Ну, я вообще стараюсь не лезть в отношения между парами. Ты полезешь, и будем виноваты потом. Я даже в это лезу. Ну, вот тут скажу на самом деле, да. Тут, знаете, такая двоякая ситуация. Если уже там какие-то жесткие разборки, наверное, хорошо бы там хотя бы разборонить. Но, с другой стороны, тебя еще и подрезать могут. Тут, блин, по-правильному, типа, нужно заступиться. А в жизни бывает так, что еще и крайним окажешься. Бунтарки не понимают, но это была провокация от преподавателей. Их цель – проверить, станут ли ученицы помогать другим в конфликтной ситуации. Или же побояться вмешиваться. Типа бездомная. Смотрим, бабушка стоит около мусорки, что-то копошится. Она вся в рванье в каком-то, в каких-то тряпках. Какой-то тележкой магазинной, там какие-то бумаги, какие-то пакеты. Пригляделась к ее лицу и понимает, что нет никаких опухлостей на ее лице, синяку. Ну, что ты, актриса? Просто, видимо, милая женщина, которая пробирается. А почему вы собираете? Что-то случилось у вас? Жизнь такая, девочки. У меня сын пьющий, то вот это я выхожу, тут соберу, он потом идет, это то продает. Ну, может, не факт, что именно актриса, но, по крайней мере, свой человек, потому что на ней микрофон висит, я слышу. Мне настолько жалко ее стало. Вот мать ходит побираться, сын не работает, просто пухает. Может, меня и стукнуть, скажет, мать, иди, пока не принесешь, не возвращайся домой. Это страшно. Ну, это история реально. Страшно, конечно, так вот побираться, реально. Я просто в шоке. Что творится просто с миром, и что с людьми происходит? Да, таких полно у девочки. Не знаю. Я просто боюсь, что... Мамина судьба может быть тоже такая. Если она бухать не перестанет, она будет просто, не знаю, бомжевать. Я говорю, давайте, чтобы вы не скушались ему принести лишнюю бутылку, давайте вылим. Я решила вылить эту бутылку с водкой. Вообще Лиза любит у нас выпить, конечно, но в этой ситуации она отличилась. Это был мой первый раз, когда я выливала водку. Даже я так посмотрела, думаю, Лиза, что ты делаешь? Спасибо вам, боже мой. Моя сладкая. Мне никто не подходит, как вы. Дальше. Тем временем для третьей группы пацанок испытание только начинается. Спорт, взор. Спорт, да. О, это сейчас опять начнется. Даже несмотря на то, что мы были в форме, меня это вообще не остановило. Стою я возле них, они там свои пюре-то делают, значит. Изольдовочная? Смотрим. Стояночка, куда будет? Ты че? Какая-то драка происходит. А, типа, гопота. Троек на одном. Че ця х... Ты че, мил? Друзья, друзья. Какие друзья? Пока Диана смело бросается на защиту парня, Изольда решает не вмешиваться в конфликт. И не знаю, как бы, о чем думала Изольда в тот момент. Нельзя равнодушно оставаться в такие моменты. Вы че делаете? Отпустили его? Малая, не гуляй. Слышишь, Малая. Я не стала разбираться, вообще, сразу побежала туда. Че, че вырвалась? Слышь, не трогай мою подругу. Я говорю, вы че? Я давай столкать. Без кулаков, ребят, без кулаков. Дядь, дядь. Какой бы мы им тогда дали пример, если бы мы начали п***ть их? Они п***ть одного, и мы втроем п***ли. Какой бы мы дали им пример? Да мне плевать вообще, что он сделал, кто про, кто виноват. Сам факт, вы втроем набросились на одного пацана. Чувак, че они нужно накинули? Ты просто шел. Просто шел? Просто шел, человек! Я сама в таких ситуациях бывала, как... Он просто шел, б***ь! Этот парень в кофте розовой. И я решила защитить его, потому что я бы сама не хотела. Такой ситуации бы больше оказаться никогда. Если видите, если слабых обижают, сразу надо спрягаться. Не надо ждать, пока его побьют. А я че видела, что ты на меня так смотришь? Где она че? Ты не сразу реагировала. Ты мне сказала, что они, пацаны, сами между собой разбираются. Чего? Надо впрягаться. Вообще никогда нельзя проходить мимо таких ситуаций. Всегда надо... Надо везде. Видишь, какой-то махач? Это как-то махач без меня. Сразу туда же. Оп, двоечка, б***ь. Нырнула, с локтя выдала. Конечно, может не повезти. Тебе пропишут, но это такое. Главное впрягаться. Отмешиваться и не быть равнодушными. Надо помогать друг другу. Эксперимент окончен. Время узнать, как его оценивают преподаватели школы леди. Прягатели. Добрый день, девушки. Здравствуйте. Только что на ваших глазах произошло несколько ситуаций. Это была проверка на наличие в вас страхов. Эксперимент показал, что, несмотря на внешнюю смелость, бунтарки полны внутренних страхов. Отказавшись вступиться за слабых, некоторые из них проявили малодушие и даже трусость. Вы должны были этого типа плететь, потому что это показывает ваши страхи конфликтов, боитесь ли вы заступиться за кого-то. Поэтому на этой неделе вы будете прорабатывать свои внутренние страхи и свои фобии. Я начала переживать. Мне стало интересно, что именно будет. Мне кажется, будет самая лютая неделя. Пацанки начинают активную борьбу со страхами. А тем временем их одноклассница Яна по-прежнему в больнице. Поднимаемся мы с девушками в комнату, смотрим. На столе лежит запись. Ну не знаю, по глазу я не вижу, что серьезно. Девчонки, я ваш фанат и в восторге от каждой из вас. О, фанат. Очень надеюсь, что вы согласитесь встретиться со своим преданным поклонником. Обещаю вам незабываемым вечером. В ресторан дома уютного кролика. Сразу начали мысли у всех возникать. Мне почему-то кажется, что это ребенок. Девки, а может это знаете кто? Егор Крин. Придем сюда. Я подумала, что мы пойдем в какую-то типа сказку какую-то. У нас будет ресторан, за что он всем подарит по-стойной росте. Мне вообще все равно. Мне главное покушать, чуть-чуть там расслабиться и к бабам пойти дальше. Не успели пропить первые петухи, как пацанки уже вовсю спешат навстречу к фанату. Приезжаем к этому фанату, заходим и впадаем. Аккуратненько под ноги, смотрите. Это был уберен под землей. Я думаю, что похоронное бюро сейчас будет опять у нас. Преподаватели подготовили для девочек квест в жутком месте, максимально приближенный к реальности. Встреча с фанатом была для пацанок всего лишь приманкой. Слушайте, а тут прохладно, девчонки. Здесь морозилка. Фу. Как в пол, ребята. Просто воняло какими-то летними трупами, крысами, короче, всем подряд. Мать честная! Захожу, стоит. Дерганный пацан. Рот зашит. Картина, конечно. Я когда его видела, у меня просто кирпичик-то выпал, такой небольшой. Вызывайте скоро. Сначала подумали, что это и есть фанат. Как легко оказалось заманить вас. Даже трудно поверить. Пока что никто из тех, кто сюда попал, не вышел обратно живым. Может, это не понадобится? Какой-то маньяк. Что запила 8? Манила свои пуччины и сеять. Дверь закрыта. Ваши тут негувовые мучения. Я присоединюсь к вам. А пока что развлекайтесь. Увидимся через час. Ну и все, мы в ловушке. Давай записку. Он перьет уже через час. Вам придется переодлить свои страхи, чтобы получить ключ от выхода. Я не смог этого сделать, поэтому застрял здесь навсегда. Но у вас есть еще шанс. Не упустите его. Пацанки не случайно находятся в столь жутком месте. Ты что, типа кваском, это он? Предстоит не просто пройти квест и выбраться из логова убийцы, но и преодолеть свои личные страхи. Время пошло. Ира! 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 Я говорю, что случилось? Пошли, пошли. Ира! Все, Ира, Ира нашла записку. Успокойся. Написано там. Ирина, я знаю, что ты боишься. Засуль руку к этим шершеньям. Твою. Че? Че? Я говорю, ну че? Тебе нужно через это пройти. Иначе не пройдешь дальше. А вместе с тобой тут застрянутый остальные. Девки, вы гоните. Короче, для каждой свое испытание. Ну че я боюсь этих улей? Да подожди ты, Ира, Ира! Подошла я к этому улей. Слышите, ты лежит. Че достать-то надо? Давай я, хочешь, сделаю? Нет, я сама. Мне страшно, у меня девки стоят, успокаивают. Ирка, не бойся, не бойся. Я говорю, вы че, шабанулись, как не бояться? Четыре, не помню. Укуса шершня, ты можешь сдохнуть. Шершня, это ж... Я сама их... Таня, ты там шершня. Да я поняла! Я бы стою, я, стою! Ира, Ира. Вон там, давай, отдыхай до конца руку. Ау! Быстро руку засунула, вытащила, все. Что это? Это обрывок газеты. Это был новость, часть курс доллара. Надо собрать, собрать пазл, короче. Курс доллара. И тут я поняла, что у каждого будут задания, связанные с его страхом, с какими-то фобиями. И каждому из нас предстоит выполнить задание, чтобы получить вот этот вот обрывок. Ирина Голощапова уже смогла переступить через свой страх. И тем самым приносит своей команде первую часть разгадки и возможность двигаться дальше. Ильзи! 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 Вода! И что? Я в воду не пойду! Было очень страшно. И воды боюсь. Топили потому что... Воспитатели топили. Ильзи! 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 Все хорошо. Давай! Вытаскивай! Пошла, пошла, пошла. Хорош! Меня начало пугать больше всего. Это тот момент, когда я начала туда полностью лезть и поняла, что вода меня перекрывает. Это либо мне сейчас отказаться от этого задания, либо через себя перешагнуть, короче, и достать все это. Это было самое страшное. Какое решение примет ученица? Это горячая вода или холодная? Не понимаю. Смотрите далее. Послание из дома. Мама написала. Какие новости доведут Лизу до слез? И кто из учениц окажется на волосок от смерти? Ой, стой, стой! Все отдай нормально, все, не паникуй, не переживай. Ну там типа что-то на дне, я так понимаю, да? Было что-то на задание. Чего бы мне это не стоило. Если я не вытащу, я вечно погрязну в этом страхе. Упала записка, изи! Я ее вытащила, но я ее выкинула. Мне помог этот зашитый рот. Красотка вообще! Ай, молодец! Молодец! Я не знаю, как Изольда это сделала, но она себя пересилила. Изольда справилась с заданием и может вздохнуть с облегчением. А вот следующей ученице некогда ослабляться. Молодец! Ведь ее только ждет встреча со своей главной фобией. Заложник зовет меня. Я думаю, что же будет. Чего боится у нас прямо-балерина? Гром! Смерти. Девочки! Лиза боится замкнутых пространств. Лишь всегда тем можно найти ответы. Ты должна полежать в этом гробу 15 минут. И бороться за своим страхом, пока твои одноклассницы не справятся со следующим заданием. Нет, девочки, это плохая примета, я не лягу в гроб. Это плохая примета. Люди, которые умирают, их потом закапывают. Живые люди туда везут, чтобы туда лечь. Точно нет, девчонки, ну как так? Я считаю, что это суеверие. Это все равно, что черная кошка дорогу перебежала. Ты что, то вообще надо, блин, сразу быстро бежать домой. Давай, Зась, закрой глаза, забей, пожалуйста. Мы не будем меня заколачивать. У нее глаза в разные стороны, такие шарен, так как, ладно, все, ложусь. Молодец. У нас живот ляло. Блин, я не ожидала, что она так быстро куда ляжет. Девочки, Зась, все нормально, не бойся. Лиза, все, мы быстро все сделаем и сейчас придем. Лезвие. И действительно, Диана Черогян быстро справляется со своим страхом. Страхом смерти. Девушка отыскивает фрагмент записки среди ведер с кровью. А-а-а-а. В одном из этих ведер я нащупала, короче, эту помпу и все, достала это, короче, отчекрыжила и нашла следующий кусок газет. Угу. Вслед за Дианой Черогян преодолевать свою фобию отправляется Диана Макеевская. Диане нужно было зайти в комнату, в которой раздавался какой-то топот и, короче, там... А-а-а! Какая-то огромная квест-комната. Оказывается, мы говорим, что это лучший день. Я ничего не поняла, что произошло. Я просто увидела на стене записку, схватила и вылетела из этой комнаты. Я понимала, что соус Анфия и Настя Абахан. И думала, в главе только не крыса. Нет, 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 это про животное. Господи! Давай, давай. Яна, на самом деле, абсолютно все животные прекрасны. И это тоже. Хотя бы потому, что носит на себе часть информации. Забери ее. По первой срочке в записке я сразу все поняла. Ох, не крысы! Это ротатуй. Ее глаза были больше, чем ее голова, правда. Первый раз такое вижу. Вот живой. У меня хватило приступальники. Глаза покрылись пеленой. Я не в адеквате. В полном. Это е... Как ты можешь, ну, побороть свой страх. Быть благодарной им. Пока Яна Цветкова настраивается пройти испытание... Очевидно, что это домашняя крыса. Это не уличная кита мусорца. Я сама уже в уме начала читывать эти несчастные 15 минут. 59, 60. Где записка? Девочки, я нашла! Все, нашла. Она там и была. Она этих крыс даже не видит, потому что у нее застелены глаза, ее трясет. Обратной дороги нет, Яна Цветкова. Дальше, давай, давай, кошечка. Девочки мне помогали, ну, по одной крысе вот так вот держать, чтобы там оставалась только одна в коробке. Ой, красно! Нету! Она уже брала этих крыс в руки, держала. Она царапается! Материлась их, на чем свет стоит, что они все ей тварью, но она держит крысу и быстро шарится по их, чтобы найти записку. Стой, тварь! Девочки, нету! Мне казалось, я уже все, все вот эти опилки оттуда выкинула. Нет. Может, где-то выкинули? Девочки, записка! Я не знаю, как, я честно, я почти ничего не помню. Я нашла эту записку, она вместе с опилками у меня упала на землю. Яна, ты вообще красотка! Я не ожидала, что она сможет это сделать. Она все-таки перешагнула через себя, и она затоптала этот страх. Красава! Что за пальма там под землей? А, какие-то растения. И тут осталась я. Таракан или что это? А-а-а! Вы что говорите? По итогу стоит стеклянная посудина. Чтобы получить решающий фрагмент разгадки, Анастасии Донских предстоит съесть одного из них. Съесть? Вот с такими усами, как они не шевелят. Нет! Я не буду ее! В смысле съесть? Тараканы были настолько мерзкими, что даже прикасаться было отвратительно просто. А это и ей вечно? Я не буду играть тараканов! Нет! Думаю, ну надо как-то брать ситуацию в свои руки. Я решила помочь. Настя, хочешь, я съем другую ладу? Давай, давай, чувак, за сколько я съем? Тут я понимаю, что я взрослый человек, не несу ответственность за всех девочек. Мне нужно это сделать и себя прибороть. Раз, два, три. Если бы она не предложила мне свою помощь, я бы одна это не сделала. Нормально. Все, красавец. Это было самое лютое в моей жизни испытание. Теперь собираем мазал, да? Несмотря на смазы и истерики, испытание пройдено. Все пацанки смогли перебороть свой страх. Собрав фрагменты газеты, девушки получили код к замку и смогли выйти на свободу. А прямо сейчас пацанок ждет еще одна встреча с Татьяной Поляковой. Но в этот раз преподавательница будет не одна. Что, Ленера хорошо грела ее, мне кажется. Такой весь в черном. И я хочу познакомить вас с Романом Кузнецовым. Очень подозрительный мужчина. Специалист по борьбе со страхами. Гипнолог. Гипноз? Я сразу в шоке. Я боюсь гипнотизеров. Гипноз, ну это же жестко. То есть это все влезает в голову бесцеремонно. Ты не можешь это контролировать. Ну не все гипнобильные люди. Я в это не верю. Ну Татьяна, ты мне не посоветует. Диана права. Преподаватели не случайно пригласили на этой неделе именно такого специалиста. Ведь гипноз – один из самых эффективных методов борьбы со страхами. Задача Романа на этой неделе – помочь пацанкам погрузиться в их подсознание, чтобы выявить и избавиться даже от тех фобий, которые преследуют девушек с самого детства. Роман будет работать с вами всю неделю. Удачи. Спасибо. Он как бы разделил страхи на несколько групп. Есть всего три вида страхов. Есть биологический страх. Это страх бактерий, страх крыс. Крыс! Есть страх социальный. Это страх публичных выступлений. Страх приварить. И страх смерти. И есть страх, который называется экзистенциальным. Это страх терять свободу, потерять жизнь. У меня фобий на самом деле очень много. Я боюсь высоты, я боюсь темноты. Я боюсь смерти. И ладно, боюсь. Топили потому что. Я сейчас могу вам предложить пару упражнений на взаимодействие со своим подсознанием. Вытяните руки перед собой, пожалуйста. Это стандартная практика. Что ты делаешь? Я боюсь смерть. Это проверка на гипнобильность. И ваши руки, если не разомкнутся. Лиза сразу ускакала, как бы была такая, ну, не плоск, короче, ваша. Это самое страшное, когда владеет твоей душой, когда владеет твоим подсознанием, когда владеет тобой. Лизунчик. Я боюсь девочек. Иди ко мне, пожалуйста. Иди ко мне, встань со мной. Примерно нельзя в этих гипнозах. Происходит только один на один. И отключить человека при всех невозможно. Это чушь. Подойдите, пожалуйста. Я правда боюсь контроль на себя потерять. Подойдите, пожалуйста. Он ее начал звать, она к нему смотрит в глаза. Она идти не хочет, но она идет, короче. Думаю, Лиза, отвернись, говорят, не надо смотреть на него, не получается. Мне казалось, что как будто он дрессировщик, а она зверушка. Я боюсь вас, я не могу на вас смотреть. Вы боитесь больше всего выдать какую-то информацию? Да. Наша задача здесь добиться того, чтобы вы признали свои страхи, избавились от них. Это вам не навредит. Мне стало очень интересно, что будет происходить. Думаю, ну, ладно, показывай. Подойдите ко мне. Не вопрос. Дядя, давай экспериментируй надо мной. Дорой, пожалуйста, глаза. Когда я посчитаю от трех до одного, ты окажешься в той сцене, когда ты видела эту женщину. Я реально погрузилась. Три, два, один, ты там. Смотрите далее. Тайны подсознания. Она что-то рассказывала, что она видит, и при этом потом начала, короче, плакать. Спасибо вам огромное. А также, что прячет за маской спокойствия Диана Чарагян. Ира, я прошу тебя, скажи мне слова поддержки. Мне так же тяжело, но я с тобой. Не пропустите. Какое-то финальное испытание было, или что это? Я стояла возле лавочки, возле этой, вот где бабушка стояла, побиралась. Я увидела себя. Стоит девчонка, я понимаю, что это я. Сколько тебе лет? Лет 15. Хорошо. Что тебя больше всего там пугает? Неизвестность. Ты в безопасности. Я не помню ситуацию вообще, потому что я погрузилась в какой-то транс. Что бы ты могла сказать сейчас этой девочке? Любойся. Чего маленькая девочка боится там? Какие у нее страхи? Будущее. Страх за будущее? Да. У нее ходили ходуном пальце. Она что-то рассказывала, что она видит, и при этом потом начала, короче, плакать. Что я в старости реально? Тссс. Хорошо. Боится, что у нее в будущем такое же будет, или она вообще будет алкашней. Ну, я на нее сотрелась и очень испугана. Познакомилась со своими страхами сегодня. Теперь у тебя есть возможность этого избежать. Все ресурсы, они все внутри тебя. Сейчас открываешь глаза, чувствуешь себя. Хорошо. Ты знаешь, что ты сможешь с этим справиться. Что вы делаете? Почитала огромное. Анастасия Донских смогла доверить свое подсознание гипнологу. И тем самым делает первый шаг на пути избавления от своих страхов. Не знаю, я никогда в гипноз не пооружался, мне сложно судить. Остальные пациенты не решаются подпускать Романа к своему подсознанию. Девушки... Я не буду сильно скептическим, но я скажу так. Наверное, что-то есть. Что-то есть, но 100% не всех можно, если даже это есть, то не всех можно погрузить в состояние гипноза. И, возможно, не погрузить в такое, как показывают по телеку. Прям очень глубокое состояние. Но, наверное, какое-то такое вот... Что-то должно быть. В теории должно что-то такое быть. Пугались, но они еще встретятся с гипнологом в течение недели. После этого всего мы решили с девчонками подняться в комнату и обсудить, что же сейчас у нас произошло. Короче, девочки, я в это во все не верю. Ирка, я как раз таки и верю, поэтому очень этого боюсь. Он может нас всех в транс вести в таком, чтобы просто... И, возможно, оно и есть, но я не готова никого пускать к себе в голову. И я подумала, что неделя будет просто аскеат. Я буду в четвертый раз, значит, худший учениц неделя. Потому что я не вынесу. После короткого отдыха ученицы отправляются на следующее задание. Стулья, веревки. Приезжаем мы в какой-то театр. Пока непонятно. А, опять-то ты гипнотизер. Стулья висят, веревки. Что за садом МАЗа сейчас начнется. И снова здравствуйте. Мы продолжаем тему страхов. И перед тем, как начать наше испытание, я завяжу вам руки и ноги. Я вообще упала. Полна осадок. А, этими же нитками? Ну реально, веревка меня еще никто не связывал. А, из-за тяжки. Желаю вам удачи. В смысле? И тут я вообще. Дядя, ты куда? Ничего, что мы тут привязаны. Куда пошли, мужчина? Рома! У нас паника, у нас шок. И выходит. Я так и знала. Думаю, слава богу. Меня сразу отпустил. Здравствуйте. Здравствуйте, мои девочки. Здравствуйте. А, Наташка. А зачем нас привязали? Нити, за которой подвязаны пацанки, символизируют их глубинные страхи. Именно они делают из девушек марионеток. И важные моменты не дают принимать решения самостоятельно. Глубоко. Цель психолога на сегодня – определить главные внутренние страхи бунтарок. Понять, кого или чего они боятся больше всего. И после помочь им от этого освободиться. И начинают задавать нам вопросы по поводу наших страхов. Чего же мы поистине боимся? Лиза. Мне кажется, у меня очень много страхов. Я боюсь стать неинтересной. Тебе кажется, если ты станешь здоровее, ты будешь неинтересней? Да, я хочу. Так уходиться, ты неуязвим, ты защищен как будто вот этим рекачеством. Я боюсь быть заменимым. Меня заменяли не только в театре, меня заменяли в жизни в целом. И вот очень страшно, когда вот тебя бац, и все уже разлюбили. Диана. Я боюсь подвести родителей, не оправдать их ожиданий. Вот я, знаешь, что заметил? Очень много Диан. Вот очень много Диан. Я все время боюсь, что они будут гордиться. Я все время должна доказывать своим родителям, что я самая лучшая. До тех пор, пока ты будешь оправдывать их ожидания, ты не будешь жить своей жизнью. Вот это самое страшное. Когда, например, у тебя появляется парень, и вот на одной чаше весов парень, на другой ответственный бой, и родители прям уже шампанское приготовили отмечать твою победу. Я бы выбрала ответственный бой. Ну, матч, ну, парень подождет, я думаю. То есть парень должен подождать, а родители, они не могут подождать. Так ты кукла своих родителей. Вот эти веревочки, только пульт надо им передать. Ну, то, что я кукла, до меня заперла только сейчас. Я ведь реально как будто живу из своей жизни. Мне веревочки привязали и управляют. Следующее. Яна Цветкова. Сможет ли девушка раскрыться, как это сделали две первые одноклассницы? Боюсь замкнутых пространств. Боюсь высоты. Боюсь лифтов и мостов. Боюсь стоматологов. Боюсь опозориться при людях. Яна выкладывает свои страхи как на духу. Но не скрывает ли она за показной открытостью что-то более сокровенное? Я думаю, что твой настоящий страх, вот исходя из твоей истории, быть нелюбимой. Я всегда в глубине души это знала. Когда мне кто-то другой об этом говорил, я все отрицала. Да, не люблю, когда меня не любят. Я одновременно хочу и одновременно все время проверять, точно ли любите, так ли любите. А если я вот это сделаю, а вот это, а так будете любить? Меня недолюбили, поэтому я все, мне мало любить. Типа Максим ее каждый раз доказывает. Ну это ведь трагедия, Яна, он когда-нибудь устанет. Так мне, конечно, уставляется, как будто каждый день такое божье происходит вообще. Она меня разозлила, обидела вообще, выбесила. Ее повернули как бы лицом к реальности, и она впал вхватилась. У нас вообще такое происходит не часто, а в остальное время у нас вообще идеально все. Идеально? Не хочет признавать, что у нее не все хорошо в семье. Хочет показать все-таки красивую картинку. Яна проблемы свои не решит, пока она серьезно не начнет воспринимать те советы, которые ей дают. Изольда, чего ты боишься? Одиночество боюсь, но остаться одна. У меня еще друзей нет. Нет нормальных людей, которым можно доверять, которым можно открываться. Что меня могут подставить, что меня могут предать, да, я очень этого боюсь. Ну, потому что уже был этот момент. Меня подставили. Господи, кражи. Ой, извините. Там камера стояла, где это произошло. Меня только камера оправдала. И ты могла сесть в тюрьму? Стала внимательнее после этого случая. Страх неожиданности того, что это произойдет в любой момент. Время узнать, какие внутренние страхи сковывают Ирину Голощапову. Самые сильные для меня страхи потерять своих родных людей и близких. Потому что ты еще с ними не была близка. И ты боишься не того, что они умрут, а что так никогда этого и не случится. Она лично меня задела заболен. Тебе не хватило этой теплоты. Соня, ничего не случится. Начинается. Я многое не договорила. У меня с ними не такие хорошие отношения, которые я бы хотела. Я всегда это не могу. Просто не признаю. Соня. У Верки тяжело удавалось очень. Я хотела вообще уйти оттуда, поплакаться, чтобы никто меня не видел, не слышал. Вот и все. Ой, Настя, а пока она опять разрызала, что она не хочет пожаловать на свою маму. Я боюсь прожить так же жизнь, просто в пустоту какую-то. Снова всех сопля. Ничего не делаю, к чему не стремясь. Страх – это то, что наша психика легко видит. Вот у тебя фокус внимания должен сместиться в сторону цели. А у тебя он всегда в стороне боли. Вместо вот этой фразы «я боюсь прожить жизнь своей матери», чтобы появилась «я хочу» и дальше «какую ты хочешь прожить жизнь». Она дала ключ к решению моей проблемы. Она прям реально в голову какой-то шуруп вкручивает. Вот с этого дня ты должна себе с утра признаваться. Мою жизнь строю я. Я делаю выбор. Я понимаю это. Если я сейчас начну реализовывать себя в своей карьере, начну заниматься своей жизнью, я уже точно не повторю жизнь своей мамы, потому что я уже сверну на правильный путь. Все девушки признали свои страхи. Сможет ли это сделать самая закрытая ученица? Диана. Смотрите прямо сейчас. Мама написала. Какие новости доведут Лизу до слез? И кто из учениц окажется на волосок от смерти? Популярная заброшка. Ой, стой, стой! Мы забыли пристегнуть. Просить о помощи. Страх доставить людям какие-то неудобства, то есть там навязываться. Страх показать свою слабость, короче. Потому что просить помощи для меня унизительно. Она сама дает, а просить не умеет. Наверное, потому что не слышали, когда ей надо было. Попросить помощи, это значит открыть сердце. Это значит тебе вот в эту вот открытую воронку могут насыпать любого... Давай сейчас и попроси Иру сказать тебе что-нибудь хорошее. Диана. Диана, повернись ко мне. Ты какая-то нездоровая, на самом деле. Она меня просит попросить помощи, а я не могу и начинаю плакать. Посмотри Ире в глаза, пожалуйста. И скажи, Ира, я прошу тебя. Да мне тяжело сказать, я тебя прошу. Я не говорю, блин, таких слов. Скажи, Ира. Ира, я прошу тебя. Я прошу тебя. Винное сложно. Сюда. Ты вот что делаешь? Сюда сиди. Было очень сложно. Как я через себя приступала, чтобы это сказать. Ира, я прошу тебя. Скажи мне слова поддержки. Это меня очень, очень тронуло. Чувство очень сильной благодарности какой-то. Диана, мне так же тяжело, но я с тобой. Спасибо. Что-нибудь попроси Диана. Диана, я прошу тебя. Скажи, что тебе во мне нравится. Ты очень добрая, открытая, откровенная. Я просто к этой проблеме развернулась и посмотрела на нее. Я на нее никогда не смотрела. Я просто привыкла с этим жить. И я поняла, что это ненормально. Улыбают. Нифига себе. Клубка круто. Тебе хорошо сейчас? Вообще не представляешь, как это хорошо. Она мне первая перевезла веревку. Мне это было так приятно на самом деле. Мне действительно хочется от половины того, что происходит, избавиться. Твое желание или желание родителей? Мое желание. Я буду к себе прислушаться. Аплодисменты. Появилось такое чувство легкости. Я почувствовала свободу. Я справилась со своими страхами. Дышать стало легче. Девочки, спасибо вам за эту работу. Я надеюсь, что хотя бы с частью своих страхов вы сегодня попрощались. Страхи давят, страхи душат. Страхи жить не дают нормально. Пока ты с ними бороться не начнешь, ничего хорошего не будет. Я только здесь начинаю себя прощупывать вот эти моменты. Правда. Школа реально творит чудеса. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Изнеможденный после тяжелого дня пацанки возвращаются в школу, где одну из них уже ждет сюрприз. У кого-то днюха? Цветочки? А, у кого ты? А, это может быть от мамы? Я поднимаюсь при понятном настроении в комнату. Это мне. Ну, конечно же. Прими балерине. У меня какие-то цветов на столе и записку. От мамы, да? Я сразу поняла, от кого эта записка. Мама написала. Любимая наша дочка, поздравляем тебя. Переди у тебя удивительная жизнь. А что, не духа сегодня? Там такие были трепетные, нежные, теплые слова. Мы с папой верим в тебя. Мы всегда будем рядом, целуем твою маму и папу. Я сейчас соскучилась по ним. Мне очень сильно захотелось бы позвонить маме. Алло, мам, привет, мам, привет. Доброе дождение. Спасибо за все. Спасибо за поздравление. Мне очень приятно, мам. Мы тебя любим, Лиза. Недрогательно, конечно, вообще. Но не только родители помнят о дне рождения Лизы. Подружки! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! С днем рождения, мам. Какое желание! Мы не могли оставить Лизу без сюрприза. Какое желание? Так ты не торопишь. Мы уже побогаче, наверное. Да ты слух не говори! Раз! А мне из-за тебя стих. Лизка обрадовалась. Она была в приятном удивлении. Значит, стих для моей лучшей подруги. Давай, делай, Мара. Ты сошла, как с глянцевой картинки. Моя блондинка с глазами цвета льда. Твои шпагаты и батманы без разминки. Любого парня могут вмиг свести с ума. Ты любишь жить, меняя свои роли. Актриса в жизни, не в замыленном кино. Но душу держишь под надежным ты паролем. И настоящую тебя тут знает мало кто. И греешь всех теплом, как солнцу лучик. Ты добротой своей разгоняешь наши тучи. Было очень приятно, что девочки, правда, так серьезно отнеслись к моему дню рождения. Я всех поцелую, обниму. Иди, моя косточка. Давай. Было все настолько по-доброму, душевно. Во время в жизни такое было. Праздник праздником, но впереди у пацанок еще много испытаний. Мы же на этой заброшке уже были, когда от этих, от зомби бежали. Приезжаем мы на заброшку. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте, Роман. Который раз встречает вот этот усатый мальчик. Некоторые страхи побороть невозможно, но можно научиться их контролировать. И именно поэтому я придумал для вас необычное испытание. Я понимаю, что это будет просто опять какой-то трэш, чтобы никто не видел. Просто нас угляни подальше и буду с нами творить какую-то... Сегодня вам предстоит попробовать себя в роли... Каскадеров. А, каскадер. Такое испытание пацанкам приготовили не случайно. А я думал, типа, это будет прикол просто, знаете, кто с моста прыгает там и так далее. Страх от людей – это страх неизвестности. Я сначала не представляла, что будет вообще. Я хочу познакомить вас с Андреем Харченко. Андрей – инструктор по троум-джампингу. Привет, Андрей. А, ну вот, джаркинг, все. Каскадеры – одни из тех, кто сталкивается со страхом неизвестности каждый день. Задача пацанок – бросить вызов своему страху и научиться контролировать эмоции. Будем прыгать из окна. Пятый этаж! Серьезно? С пятого этажа? Серьезно, с пятого этажа? Так захватывает. Мне сразу стало не по себе. А снизу что? Батут? Нет, я не буду, это связано с суицидом. Нет. Я вспомнила своего друга, который не очень благоприятно закончил эту жизнь. Выпрыгнула из окна. В семье у меня тоже случились такие эпизоды машины, когда у меня родственники тоже прыгали из окон. Там будут веревки, на которых вы повиснете. Это мягкая амортизационная система. Я не прыгаю! Нет, точно нет. Мы поднялись на пятый этаж, глянули вниз. Сколько там примерно метров? Как вообще там, если упасть, то что будет? Будет плохо. Метров тридцать, наверное, да? Ну, довольно-таки высоковато. Ну, не метров тридцать, если это пятый этаж, берем во внимание, ну, метра три потолки, три на пять, пятнадцать, плюс перегород. Ну, метров двадцать максимум, да. По двадцати метров. И все. У меня сразу слезы, я сразу перебираю всю свою жизнь, прошу, перед глазами. Страх того, что этот страхов оборвется и что-то случится. Или что я у... Такое тоже может быть. Думаю, я не успела парню позвонить. А как же мой сын? Мы вообще еще не разговаривали. Он даже не вспомнил, что мамка ему перед смертью звонила. Пока Яна думает, будет ли она проходить испытания, Диана Макеевская уже готовится встретиться со страхом высоты лицом к лицу. Дианка, не злишься, ты первая? Не, я вообще хочу быстрее. А ты любит мовчатая, Рыся, смотрю. У Макеевского мы отправили на расправу, типа, если с ней ничего не случится, то с нами тоже ничего не случится. Чувствую себя каким-то человеком-пауком, как будто я, типа, смелая, когда мы прыгиваем в окно, кого-то спасать. И тут они начинают отсчитывать. Стойте, можно не отсчитывать? Нет, не отсчитывайте, пожалуйста. Подождите. Три, два, один. И какая-то секунда вообще свободного полета я вообще не успела ничего понять. И тут я уже вешаю сосиской на этой веревке. осознание того что только что произошло вызвало у меня такую гордость за себя я надеюсь что я была по крайней мере вижу опасности нету чтобы они удалились об стену потому что висит по центру это штука это снаряжение все мне отдаляет такой страх не придумал я понимаю что я не могу руки убрать от стен и был в натуре страшно разобью сердце так что я сейчас думаю мне сердце первое прыгнет чем я 3 я тоже высоты боюсь можете настолько прям ну да нет уже с такой вот тела на самом деле две секунды анастасия донских также успешно преодолевает боязнь неизвестности но похоже следующий одноклассницы их с дианой пример не очень помогает а я вижу там есть запаса и страховка боялась два этих две петли вижу я не могу честно все мне начинается а если а если то есть я начала переживать паниковать до земли точно долетишь я смотрю у него ноги прямо трясутся ниже земли не упадешь извините пожалуйста меня я очень боюсь реально я вам клянусь и тут короче я понимаю что все надо прыгать дает счет 321 пока заново пожалуйста может я короче прыгаю и была полная эйфория полное удовлетворение было очень довольна это такой класс это ни с чем не сравниться вот проходили какие у меня были тут испытания это ни с чем не сравниться честно девки это прыгайте все да ну чем больше человек передо мной прыгнет тем опаснее то что веревка нам не оборвется страховка есть решила прыгать максим и тенис я вас люблю я встала на окно мне было страшно я андаю а счет да и два один нервный срыв и микроинсульта слезы сопли все дела вся жизнь перед глазами принеслась ей богу все мои увидите два этих канатика 3 я рада что я живу даже сейчас хорошо было видно то есть они на всякий случай сделали два молодцы пулять на эти какие-то пустяковые ссоры обиды блин думал в жизни столько главного я счастлива думаю мне это надо больше и зону а приму болели в финал к высоте у меня нет вот страх какой-то там инстинкт самосохранения 3 2 1 пошла ой стой 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 ой стой стой ой стой стой представляю в последний момент слышать фразу ой стой стой вот тогда-то я действительно испугалась шутку каскадеров и зольда не оценила то я тоже ты прыгаешь ты уже сделал шаг идти кричать спину ой стой стой посмотрим каким будет и будет ли вообще прыжок я бы там штаны наложил бы 3 2 1 обели фокон слайд вообще отлично прыгнула я сказал раз два три она хоп прыгнула вообще идеально мат перемат пока все одноклассницы спокойно отдыхают внизу наверху у елизаветы калтыгин и начинается истерика я очень боюсь и у меня вот сразу вот ассоциация с этим мальчиком с моим другом что подумать о психолог проекта именно черный кардинал которого не показывают ну просто начал в определенный момент употреблять наркотики я с ним употребляю просто я раньше это все закончила делать а он не остановился как так можно сделать как можно спрыгнуть я не понимала я спускаюсь я поблагодарила девочка девчонки молодцы правда те кто боялся справились умнички ты у меня как я нормально я могу лизу понять у нее свои есть на этой причине будь это не окно возможно она бы прыгнула пацанки с облегчением выдыхают и даже не догадываются что сюрпризы от преподавателей еще не закончились это числа работа поджигать и тушить в состоянии стресса мы думаем что все второй этап испытания один из самых ярких дорогих и популярных трюков в кино ну поджигание смотрите далее с огнем не шутят а также что повергнет учениц в настоящий шок это огонь и может произойти все что угодно в любую секунду в этот раз яна решает отказаться от испытания страх взял над девушкой вверх как поведут себя остальные я вызвалась первая но увидела что он она сейчас будет надеть у меня не деваться нет я не хочу меня не деваться я первая мне лень одеваться ну давайте так ее поджигать тогда без одежды сегеле мне отказалась от этого испытания потому что мне ленива лиза уже второй раз отказывается проходить испытания тем временем я на второй раз решает броситься навстречу опасности не лезет у вас борцуха у нас как обычно везде всегда первая нам нужно одеться там несколько комплектов одежды потом обмазаться гелем короче во все щели чуть-чуть возьми в ладошки и на лицо нанеси дают мне этот гель он не дает в общем-то тебе получить ожог у меня уже все намазано и я здесь до сих пор не могу до конца поверить то что сейчас будет происходить барсуха у нас не бреется это было добро сна бахнатка вспыхнет я не вижу что я полыхаю мне непонятно что я не чувствую тепло она неплохо танцует я реально баба огонь я же теперь смогу реально участвовать в киносъемках и на то следующий я прошу а а а а а а а чухи и современ когда у меня важные когда меня уже начинают поджигать и не видела у меня все было задевлены джижей я хочу вот потом только тогда когда лежала в песок я больше переживала за дреда кровь просто они не будут гореть они начнут лист ну если ты будешь бежать вот так да то до дреда мне достанет там быстро дохли-то смотрю приятные мне ничего не пекло вообще ничего не жгло то есть вокруг меня был такой свет как костер и он был теплый и мне было в нем уютно в принципе потому что продумали все одежда гель никифорова и ирина голощапова девочки выглядели радостными дурочками девчонки я вас поздравляю вы прошли это испытание а что опять типа она не участвовала наша прима балерина за один день столько испытаний таких ну и на огонь два испытания отказалась я не думала что я смогу вообще не ожидала что я буду вести себя именно так я ожидал от себя гораздо больших страхов и нашей натуре какая-то страшная что ли такой кайф реально у меня всю жизнь запомнится вот эти более где я как не тут вот это все сделаю везде побываю в самом-то деле пацанки справились с испытанием и с чистой совестью едут обратно в школу мы выходим с девочками короче может диамку уже вернули нет чертые стулья и коробка с какими-то бумагами добрый день девушки что-то сих пор не вернули мы продолжаем неделю проработки страхов сегодня я хочу поговорить все мешко там угрел очень распространенном социальном страхе боязнь говорить правду начинается у меня такой страх есть если я на что-то обижусь могу не сказать своим, например, друзьям это тупо все время говорить правду это все равно это тебя будут недолюбливать я стараюсь говорить правду, но я что-то недоговариваю это нормальное явление для этого человеку мозг и дан как я выгляжу боже, как ужасно вот, вы знаете, вот если все говорили бы какой ужас, блядь ты говоришь, скотина, блядь все говорят, хорошо нам иногда вру, чтобы она не вернусь ложь во благо ложью не считается если вы думаете, что вы защищаете других когда врете, вы ошибаетесь по правде, по большей части вы защищаетесь себя перед вами коробка откровений ваша задача написать все, что вы думаете друг от друга это испытание преследует две цели первая, научить пацанок говорить правду о других лично, а не за спиной а вторая, таким образом может всем ученицам честную обратную связь над какими еще несовершенствами характера им нужно поработать претензии, обиды, все, что было, все, что имеется вы не пишите свое имя это анонимно я сейчас вас съесть мы начинаем писать то, чего не можем сказать в лицо так, первая Лиза да, сейчас Калтыгина расскажет пожалуйста, еще один вистик пожалуйста я решила, что я выскажу все, что я думала о каждом редко, когда выпадает такая возможность абсолютно законно высказать все, что ты думаешь ну потом выйдет такой а кто это сказал? ты сказал такое? нет, а ты нет значит это ты сказала ах ты сучка претензии друг к другу записаны самое время с ними ознакомиться давайте соберу девчонки вернулся роман интересно, какие сейчас записки про меня и как отреагируют вообще девочки на все эти откровения меня раздражает, когда она закрывается ванной и моется по пять часов что? тут я слышу, что записка как будто обо мне я не закрывалась на пять часов раз что она выливала наш алкоголь до сих пор на меня еще с первого дня эти обиды еще она как-то странно ведет себя перед преподавателями сразу куча эмоций хотя с нами она спокойная девчонка барцов ночи чо? а чо? вы чо? какие эмоции? это типа какое-то лицемерие ну мне так кажется она хамкая и очень жестокая и с мужчинами она прекрасно умеет хлебтовать кстати да с мужиками то она реально хорошо общается не сказал бы я так вот не сказал бы что она нормально когда как когда было нормально когда одному блин наклепало и не только одному была жестокость я сказала то что она мохнатка именно когда сказала это лично я она оставила свет на моем плече это говорит о том что она бьет слабых мотив почему ты так поступаешь в отношении к людям психую просто как будто мозг отключается и все и просто как будто на рефлексах все неприятно болезненно ну я люблю только положительные люблю комплиментики а критика ну следующая записка меня дико бесит что ее муж живет в монако а поменьше делай шпагаты и говори о сексе и сразу было понятно про кого эта записка а вот писали мне непонятно что я бываю нагло что я что-то придумываю про свою жизнь многое в смысле я придумываю я говорю все поправлю дальше очень остро реагируют иногда на окружающее это я очень что сразу все у меня там вот это вот и это меня пугает человек оголенный нефт у меня было обидно я согласна я именно это бы хотела себе изменить эту агрессию куда-то упаковать поэтому я здесь в отличие от остальных одноклассниц Диана Чарагян не получает в свой адрес ни одной записки я не знаю как это воспринимать то ли с хорошей точки зрения что я человек который умеет вести диалог разумно либо я человек без личности идем дальше иногда тянет гласные буквы в словах что порой кажется неуместным я в шоке все надоело я хочу домой ну это я сама знаю да что у меня буквы так тянут я думала что у меня будет вот столько оказалось вот столько мне обделили внимание черный пиар самый лучший пиар кабак раньше да были претензии больше всего не нравится вульгарность чрезмерно громкий смех меня она бесит с первого дня так как она провокатор еще бесит ее голос и что она ставит себя выше других пьяная она вообще неадекватная она слишком много да это я так написала я вообще Насте написала вот столько она была в шоке а пока что очень она у нас такая девочка завистливая чрезмерно агрессивная не умеет принимать поражения а где эти брови делись из-за того что она была не укрепленных поприла когда перебывает ее я с этим полностью согласна меня задевает такой момент вроде она тебе только что улыбался улыбался было нормально а я нарезка может там например сказать что-то или крикнуть не то чтобы это меня прям обижает просто там в эту секунду я думаю мол какого я не знаю откуда мне это взялось и со мной сложно с этим и в семье и в жизни личной я не спорю девчонки правда у меня бывают такие моменты я вот себя ругаю за это то что я срываюсь вот так вот ну вы тут реально ни при чем Иречка а я вот тоже замечала по поводу перебивания да ей не мешает что-то вот стоит и говорит она может влезть в разговор и еще сделать себя виновата то что я перебиваюсь сорян там бабы я не спецом я понимаю то что у меня есть косяки но я над этими косяками стараюсь работать Ира реагировала вообще нормально не отмахивалась не агрессировала и это вообще не похоже на Иру которая на любое слово будет быть в руку эксперимент вскрыл не только претензии девушек друг другу но и показал что некоторые из них заметно повзрослели а теперь быстренько собираемся и идем на следующее задание тем более что вас уже заждались нас приодели в какие-то костюмы выходим на улицу стоит усач сейчас будет шаман что происходит я лично подумала что сейчас будет что-то связанное с индейцами Америкой там Дикий Запад сейчас я предлагаю вам поучаствовать в очень необычном обряде он поможет вам очиститься внутренне будем изгонять демонов сегодня ученицы усердно боролись со своими страхами и сейчас их ждет заключительный этап пацанкам предстоит пройти обряд очищения чтобы окончательно убрать все страхи из своей жизни и отпустить их и поможет вам в этом специалист по древним шаманским техникам уже через несколько минут страсти накаляются убери камеру погоди не у меня вот тогда реально нервность произошла и что позволит себе на вечеринке Диана Макеевская готова свершить здесь сексуальную революцию и даже я бы такого не позволила бы блин чё бля не ну понятно что в конце будет снова алкопати и мужики какой-то страшный мужик вот это на финал нам так это шаман из Сибири у него костюм весь с какими-то шкурками джуками я даже не видела его глаз потому что там было вообще все разрисовано размалевано у меня воркуте чук честь вот он такой же еще оленя с ним не хватает сегодня мы пройдем с вами ряд шаманских обрядов вы сможете отпустить плохую жизнь и завести в вашу жизнь хорошее то что вы хотите я думаю о прикольно я люблю все эти дела мистика шамана вот эти все он нам еще дал краску нарисовать на лице и да чёрт очки как символ вашего намерения двигаться дальше на самом деле мне было очень интересно потому что ещё атмосфера располагала ночь этот костёр этот такой мужчина импозантный всё нарисовать нет это вообще сразу вызвало меня отторжение я не буду в этом учиться прежде чем мы перейдем сейчас к основным практикам мы сделаем некоторую раскачку энергетики сначала надо себе熬 получить звук шаманов делаете вдох и вот так вот было смешно сначала единственное кому оказывается не до смеха это диана макеевская это уже начался ритуал наша причастность шаманству духом я первый раз видел что диана бокс чего-то испугалась разбежала мне стало очень страшно я отказываюсь за часто диана кадр его на вере смело побеждала свои страхи на финишной прямой сходит с дистанции девушка побоялась довериться шаману и принять участие в мистическом ритуале посмотрим что на это скажут преподаватели сейчас я хочу попросить вас лечь ногами костру я вам раздам сейчас повязки на глаза первый этап ритмично бьете тазом пока не позвоню в колокольчик бьете тазом началось не очень приличное движение и сначала я все угорал за звуки это такое действие которое погружает человека там легкий транс после небольшой раскачки пацанки готовы перейти ко второй части ритуала должен быть представляет что вы проваливаете под землю и вот видение к вам придут когда это шаман начал бить в губен еще какие-то слова вот такие говорил тут реально происходят какие-то чудесные вещи мне отключилось короче все тело типа такая была на расслабоне и просто проплывали картинки от накрыла я как как будто уснула мы проснулись и этот чувак ну начал нас расспрашивать по очереди поделитесь что вы увидели у меня пришла картинка что у меня какой-то колодец очень глубокий колодец черной жижей это фильм этот как его как назывался отфильки девочка с колодца вылазит теперь вы знаете как это чувствуется когда вы потакаете своим слабостям и не идете из этого не знаю как бы не хочу оставаться в болоте в этом вязать я хочу не очень страшно и кинул это лабиринт напишите кто понял я забрала что-то типа такого светящегося камня что это было безумно интересно мне хотелось как бы чтобы заценивался подольше восстанавливайте дальше контакт со своей умиротворенностью добротой для того чтобы идти к жизни они от нее дальше я помню точно была женщина с черными длинными волосами какая-то в белом который держала такое вот такого цвета цветок облик моей родной мамы как будто бабушка рассказывала что единственное что она знает что она была стройна у нее были длинные темные волосы и у меня кажется этот облик почему-то ко мне пришел что вы при этом чувствовали умиротворение я хочу вырасти до того чтобы я каждый день у меня было такое душевное равновесие умиротворение в отличие от дианы и яны видение ирины голощаповой были не такими приятными ира что она была напугана она сидела прятала лицо она была происходящего такая в соплях сидит который моей жизни пугать признайте что вы это увидели чтобы отпустить я слова сказать не могу я плачу она говорит что так и что такое первый раз я вижу в таком состоянии в таком прямо когда он так плачет и вообще очень плохо честно я могу поговорить с тобой один на один готова мне вот тогда реально нервный срыв произошел в такой степени меня с трясти начала она очень боится потерять своих родственников это ваш самый страшный страх единственный шанс для вас освободиться сделать это сейчас мы когда с ним поговорили мне уже начал отпускать легче становиться про все спасибо большое вы справитесь видение пришли также и зоди не кифоровой я находилась очень долгое время не темном тоннеле но у меня при этом все тело кипело потом я в итоге вышла в свет никогда не испытывал удобные ощущения какой-то сценарий вашей жизни из которого вы не могли никак выйти и вы смогли выйти свет получается с чем-то справиться это победа я действительно в это поверила я вас всех поздравляю вы вернулись все финальное испытание и сейчас будет завершительный этап нашего сегодняшнего вечера все ученицы определили и проработали свои самые большие страхи пришло время навсегда с ними попрощаться в общем он раздает нам фонарики запустим не буду еще с тем что все наши страхи улетят в небо я никогда не буду бояться я отпускаю свои страхи я вообще хотелось чтобы не стоимость чтобы фонарик взлетел улетел вместе со своими страхами вот это красотищем мы все были радостные счастливые что мы отпустили для все фонарики я отпустила с легкостью с надеждой что все пройдет и мы так отдохнула морально как будто в отпуске когда не испытывал удобное ощущение о сейчас что-то будет после напряженной недели пацанок ждет финальная вечеринка так мы парни вроде нормальные знают что даже на отдыхе им придется немного поработать мы спускаемся шикарных в этих платьях платья роскошные мальчишки стоят хорошие красивые парни все эти парни пришли на вечеринку не просто так сегодня пацанкам предстоит принять участие в нескольких конкурсах цель каждого из них произвести на молодых людей хорошее впечатление за каждое испытание девушки будут получать сердца что парни оценивали девушек красоте а по стараниям на время прохождения конкурсов пацанки будут в масках затем чтобы все было честно и по правилам будет следить ведущий посмотрим кто из девушек соберет больше мужских сердец и первое задание презентация в которую должны быть включены пять слов случайных которых нам написали я сразу ринулась самая первая потому что я знаю что запомнят самого первого и самого последнего априори мозжечок сексуальная революция почему меня не предупредили что надо будет думать вообще не пропустите в решающей части программы кто из учениц навсегда покинет школу леди я бы не хотел чтобы человек покидал эту школу я считаю заслужил абсолютно дождитесь за мне кажется либо него нет я не знаю что такое мачо пофигу что не видно лицо я решила что я сейчас возьму напором дерзостью я буду просто я буду девской красоты всем привет меня зовут дианочка на киевская прекрасно чудесная я холодно словно бритва я не знаю что такое мачо мачо мужик мачо афин у меня работает мажучок с ним все в порядке и я готова свершить здесь сексуальную революцию против сексуальную революцию конечно бы уж как-то мега неловко говорить но я решила не показывать виду сексуальную революцию досталось алкоголизм индюк дачный ключ короче есть слова которые нужно использовать такие прекрасного замечать как эти слова могут просто между собой связаны а я как индюк пытаюсь гаечным ключом вывернуть из себя свое протеже протеже ну типа характеристика может какая-то работает короче воображалка думаю я из всех мы учимся стряпать парадигма в том что я пришла на эту вечеринку месяц назад для того чтобы нажраться в жижу и совершить суицид на сейчас я хочу приятно привести время спасибо он везде кто заметил у каждого какое-то одно слово которого характеризовала меня суицид близко допустим к тому диана вообще настолько уверенно и круто сказала что мне вообще очень понравилось хочу за словом прочитай когда я ничего не сложила потому что у меня был настроен что-то слово еще одна девушка осталась утром я сделала классный педикюр не знаю к чему мне такой редикюр я как будто в средних веках все мои одноклассницы курицы девчонками смеяли за тем что у нас там курица побрита может быть поэтому блин мне предоставили именно эти слова вот такая головоломка спасибо девочки все стрелялись этот мальчики начинают раздавать сердечки спасибо это было прекрасное выступление я хочу подарить тебе два сердца у тебя получился очень связанный рассказ сразу целых два сердца из самого начала по моему больше всех надавали вот им за за умение говорить остальные пацанки тоже получают свои сердца чья презентация впечатлила парней больше всего и за прекрасный артистизм следующий конкурс на самый нежный и интеллигентный поцелуй девушки должны поцеловать парней куда и как именно пацанки вправе решить самостоятельно обалдела когда услышала задание они будут оценивать того кого запомнят ну блин мы первый раз видим этих чуваков и тут надо каждого ой да ладно ты с радостью так взяла и обидели вообще просто его так целовать чтобы быть самой главной сердцинеткой я привел креатив поцелуй для меня важнее чем секс поцелуи для меня интимнее как поцеловать можно в того кто тебе нравится можно с любым самое время раздать сердца чьи поцелуи запомнились парням больше остальных потрахаться можно с любым а вот поцеловать только единиц в общем то у нас начался конкурс что мы должны были вот так вот меняться партнерами ну вот так протанцевать с каждым из парней секс только без поцелуев я думаю сейчас вы интимнее предлагать на себя все прямо балерина пошла в бой мне не было выпускного мне не было никогда такого платья ну это шикарно давайте подведем итоги всех трех испытаний и узнаем кто сколько из вас собрал сердец у нас есть три фаворитки которые набрали по 13 сердец стаси донских диана макеевская и диана дреда они были королевами паха ага делайте шаг вперед мужчины поаплодируйте выводы диана макеевская очень интересненько вечно кричала о проблемах с мужчинами бац становится королева вечера уберите ее она уже все и уже не надо тут находиться девушки не могут сдержаться и решают высказать под это обсуждение да иди сюда дианке больше всех надавали сердец было не очень приятно что не мне они что я вообще с ними стала королевой балла стали кидать мне предъявы тут началось у меня даже не было в мыслях него фантазии не было так подойти просто взять вы каждый из нас была в шоке от нее даже я просто взял это просто жесть какая-то ну какая женственность просто зашкибара позволила бы блин а если мы быдло такие нам то есть еще и справляться но ты идеально может быть уже все же в школе леди подошел конец для тебя а почему это не говорите девочкам которые заработали столько же сердец сколько и я до них это ожидаемо девчонки ну хорошо у нее был конфликт в общении с мужиками вот сейчас мы увидели лицезрели то что она с ними классно общается что дальше стоит зачем чтобы ты здесь пребывала вот что все едь домой по холодку типа больше тебе тут делать нечего да блин я не кроме спорта я ничего больше в жизни не умею я приехала сюда извиниться полость я не хочу уходить на полпути я не хочу сдаваться да девочки я но она не женственно первое впечатление а дальше я не знаю что делать а и первое впечатление спорно поможет диана разборки с дианой увлекли всех кроме гостей поэтому парни решают покинуть этот праздник жизни спасибо что пришли всего доброго девочки посмотрите какие мы все красивые в классе блин как принцесса давайте пошли лучше спать и некоторые девочки начали аж на выливать в алкоголь как делала это я на первая неделя ни которого гордость за них была наступил последний день сложный учебной недели что-то вы не пухать кого ждет звание лучшей ученицы а кого черный автомобиль и дорога домой что серьезно твоих выгоните я тоже великолепный преподавательница добрый день ученицы присаживайтесь ледяна скалопедра нету без очков прозрела линзы вставила все в серенке чтобы не напились она лаура где твои очки сегодня мы подведем итоги седьмой неделе обучения в школе леди боже аж не аж непривычно ее без очков видеть как будто другая женщина неделя была очень мощная очень сильная очень эмоциональная неделя как бы была удачной почти для всех я не знала просто ну кого могут выгнать диана чероган как вы оцениваете свои успехи на этой неделе ну я смогла сформулировать и признать больше свои социальные страхи то есть у меня больше страхов именно социальных неделю я вообще просто по красоте надеялась что меня похвалит но при этом я боялась мы хотим похвалить вас за искренность и за то что вы поддержали анастасию во время испытания в квест-комнате если бы она не предложила мне свою помощь я бы одна это не сделала да это поступок прям вообще молодец вы очень благородно поступили единственное вот сами вы еще боитесь просить и принимать помощь я очень боюсь на самом деле еще услышать отказ я понимаю что от этого не надо избавляться здесь а вам всегда готова помочь елизавета колтыгина на этой неделе вы были очень открыты и очень искренны мы хотим еще похвалить вас за вашу храбрость во время квеста тоже чего понять не будем я в каком-то роде переборолась с более нюхажда я подумала что если я сейчас не лягу когда бы я соответственно поставила своих одноклассниц у нее бровей нету или что я понять не могу я не очень светлая что скажет мне да елизавета колтыгина брови есть я так понимаю потому что она блондинка натуральный и брови очень светлые да ребята правильно понимаю если ты натуральный блондин или блондинка то тебя и брови такие же по цвету лучший ученица и тут бац ирина голощапова перейдем к вам ну ладно я просто ни разу в этой школе за все что я заметил другое часто у блондинов блондинок неважно цвет лассы такой-то необычно голубой может быть я ли я не была ученицей вы не стали заступаться за девушку которая выясняла отношения с парнем полезешь и будем виноваты потом я даже в это лезть не буду мне у меня случались такие ситуации в жизни когда пары между собой ругалась я заслуживаю крайне было да это правда сирку поднимаю прекрасно ну конфликт двух третий реально там лишь и есть и то за что пробиваю часто лить вам впервые удалось взять под контроль свой непростой местами вспыльчивый характер часто впадает в ярость я с этим полностью согласно она резко может вам рассказать что-то или крикнул я вот себя ругаю за это то что я срываюсь вот так но вы тут реально ни при чем молодец изволь то давайте поговорим о вас они когда начинают вообще произносить наши имена мне сразу вся жизнь перед глазами пролетает мы хотим вас похвалить за то что вы справились со страхом воды на гости и думала что надо выполнить задание чем нет не стоило если я не вытащил я вечно погрязну в этом страхе и вытащил красотка вообще это один из самых таких глубинных страхов на уровне инстинкта самосохранения и это мы все тем более топили в детском доме туда кайфово такое слышать теперь поговорим о вас анастасия донских на этой неделе я считаю что справилась всеми заданиями вы ругать меня не за что у нас немного огорчает то что вы до сих пор не можете наладить совместный быт я бы так не сказал девушки а вам есть что сказать анастасии по поводу быта взаимоотношений и собственно я предъявила трудности такие а это оры это вопли это уважение лиза не ври вас хоть перебивать почему ты вечно всех перебиваешь не знаю я не собираюсь молчать это все близко к сердцу и я не люблю людей которые ставят себя выше других а у насти видимо какие-то есть комплексы которые она пытается вымещать за счет оскорбления других он говорит мне там что я тупая например она неплохой человек она разговаривать нормально не умеет я не вижу в ней какой-то злости вот именно какой-то гнили и его злость внутренней просто когда она высказывает кому-то критику она это делает форме очень жесткой очень грубой и не умеет контролировать свою речь но у меня есть крышок такой что конечно у меня вылетают я не могу до конца перебороть в том что не материться на самом деле у вас есть потенциал просто нужно учиться находить общий язык с другими людьми я на цветкова поговорим о вас поясните пожалуйста зачем во время социального эксперимента вы ударили одного из участников по голове удары в спину не правда очень стыдно я вообще не хотел его трогать если дочь не хотел рука сама полетела я подбежал и это вообще несколько недель подряд становились худшую я думаю все пропала моя мечта стать лучшей ученицей седьмой неделе школа леди сейчас дуна срывая брошь и ухожу домой но седьмая неделя стала для вас переломной мы отметили ваше старание и объявляем вас лучшей ученицей этой неделе она действительно начала стараться я надо того как ее выгнали и после как она вернулась мне кажется моя лучшая подруга была за меня не рада да я была уверена что меня сделают лучше учениц почему вот это вот цветкова не понимаю я считаю заслуженно абсолютно диана на вечеринке вы произвели настоящий фурор смотрела на свое декольте и понимала что ни у кого нет шанса против меня когда-то мы даже стеснялись просто юбочку надеть чуть выше колена да я кайфовала поэтому не о чем жалеть как вы думаете леди должна себя так вести согласно разошла что-то я сильно стремилась и переборщила целом и довольны вашими результатами поэтому никто из вас не попадает в номинацию худший учениц ну вы уже выгнали в мешок куда еще выгонять я такая вздохнула с облегчением потому что я уже думала сейчас они мне скажут все ты уже всех едь домой преподаватели добры как никогда неужели на этой неделе никто не покинет школу леди почему никто уже покинула и тут преподавательницы начали ходить и входит юлия из клопендра мы пригласили яну бенгерску и юлию мешку боже мой неужели вы юльку вернули на подведение итогов недели прежде чем окончательно отправить юлю домой преподаватели пригласили обеих участниц драки для решения конфликта сейчас наконец-то мы сейчас скажут мы не имеем друг другу претензий и юльку вернут он я рад а тут ну реально как-то глупо за такое было выгнать ну типа ладно драка но как-то очень согласитесь ну типов серьезно будет справедливость сейчас все все друг для друга поймут я на июня что проложье должны отправиться домой серьезно не вернули юлия тут обратно приехала и снова уехала в комплекте два человека виновата все правильно в принципе но одно из вас мы даем шанс тут учителя дали возможность выбрать нам кому оставаться кому нет я была три раза кусочница недели но вы дали мне шанс остаться здесь и я хочу чтобы вы дали такой же шанс для юли безусловно я не оправдывал поступок юлими что накладывать такие сильные увечья а по нельзя допускать но я сказала следующее что юлия мешко видны ее изменения лучше сторону очень ужин человек вот она каждый вечер и такие сильные свет мне тут ее не хватало честно с юлия тут прям очень сблизилась правда я бы не хотел чтобы человек покидал еще поддержка юлия пошла я бы хотела увидеть ее наконец-то вот логично что ее оставят потому что ну просто так бы никто не возвращал бы в комнату обсуждение раскрылась со своей доброй стороны я думаю что юлия можно дать частное исправление я бы хотела попросить или даже немножко потребовать юлю быть сдержанней не применять физическую силу как бы сильно тебя не провоцировали не выводили себя ты школе мне кажется она должна остаться здесь ее место по результатам голосования все девушки единогласно выбирают юлию мешко но это сейчас будет смешно если вы выгоните диану за то что она отхватила ну нет если вы говорите что осталось одно место я бы ну конечно я бы ушла и дала бы место не все что хотелось его взять я взяла аюля действительно не надо дальше еще бороться с собой юль мы решили дать вам шанс подойдите я надену на вас брошку лыли мне нужна школа леди прошли до конца еще исправилась мне бабушка домой ну я рад на самом деле окей но мне щас неприятно сериально сейчас выгонят диану не пустят юля надеюсь вы воспользуетесь тем шансом который мы вам предоставили допустим воде она уже без бошки последний шанс напоминаю я вас слышу рада что юлька с нами будет весело яна венгерская поступает более чем благородно будучи жертвой ситуации она при этом уступает однокласснице место серьезно пользуется ли юля этим шансом покажет время давай пока янечка ой яна чё я назвал диана яна гладкой дороги тебе я застал что такое счастье потому что чересчур так сильно по голове прогрели что и нельзя теперь участвовать в проекте или что я создал это здесь когда ты не живешь от дороги до дороги у меня все будет хорошо я очень надеюсь ну вот и конец но только чё-то прикола не пол то есть тебе врезали в тыкву и тебя выгнали а тот кто врезал оставили что а так можно было да я конечно раз за юльку что вернули но я вот не понял этого последнего жеста либо я вообще бы всех оставил может быть вы ребята напишите в комментариях и объясните что вообще нахрен произошло и увидимся уже новом выпуске то есть юля в бою как убрали так и вернули всем пока